Всем снова большой-большой привет, с вами Пикал Хьюар и Хино Раши и Пенумбра. Продолжаем прохождение этой игры. Ранее я в неё не играл. Честно говоря, не играл. Поэтому это будет мне тоже очень-очень интересно. Отойди к фонарику. Что у нас с фонариком? Почти полный заряд. Сначала возьмём ключ, небольшой. А потом почитаем. Статья из Копенгагенпост. Хм, это же вроде Дания. Хм, погодите, какая Дания. Копенгаген. Или Голландия. Чуть я, конечно, с ума сходу. Копенгагенпост. От понедельника, 17 августа 30-го года. Психотропные залежи на дне шахты смерти. Учёные из Копенгагенского университета выдвинули предположение, что причиной высокого уровня самоубийств в гримландской шахте стали воздействующие на разум химикаты, природные месторождения которых были найдены при разработке. Производившие исследования удалённых поселений, сотрудники университета впервые заинтересовались рабочими северо-западной свинцовой шахтой. В прошлом году они обнаружили, что за последние 100 лет уровень самоубийств в данной области был неестественно высоким. Даже для Гренландии 46 смертей на 100 тысяч населения, вместо 29 в среднем по стране. Продолжившую исследование, эксперты выявили у многих шахтёров симптомы, характерные для ранней стадии параноидальных шизофрении. Это открытие позволило выдвинуть теорию о наличии в породе естественных скоплений лизерогиновой кислоты, которые, согласно последним данным, может вызывать галлюцинации. Местные жители избегали общения с нашим корреспондентом. Нам удалось узнать их объяснение происходящему в горах. По их словам, живут некие интуистские духи. Трунгайнд. Университет ожидает результатов химических анализов. Исследования продолжаются. Интересно, правда? Почему это было в ящике стола командира, да? Видимо, что-то тут происходило в 45-м. Так, я вот это всё обследовал за маленькие ключи, да? Не всё, я далеко обследовал. Огнивые деревянные стеллажи, вся комната прогнила насквозь. Из-за этой дыры в потолке. Ну да, есть такое дело. Возьмём ещё одну. М, заперт. Сейчас откроем. Химия взрывчатых веществ. Издание 3.923 года. Лава 1. Раздел 3. Пороховой запальный шнур. Пороховой запальный шнур один из самых простых и надёжных в своём роде. Смотря на давность изобретений, он всё ещё променяется в современном подрывном деле. Создать пороховой запальный шнур несложно. Обычно он состоит из бечёвки и пороха. Но будьте осторожны. Используемые реагенты будут оставлять пятна на одежды и требуют соблюдения осторожности. Необходимые материалы. Бечёвка. Лучше хлопчатая бумажная. Чёрный порох. Бакстрин. Бечёвку следует покрыть тонким слоем бакстрина, который выступает в качестве связующего реагента. Затем бечёвку аккуратно обкатывают в чёрном порохе. Перед употреблением шнур надо высушить по меньшей мере в течение двух минут. Бакстрин мы уже нашли. В чём тут пусто? Глава 2. Раздел «Динамит». Изобретён Альфредом Нобелем в 1866 году. С тех пор широко используется при строительстве и разрушении в горных разработках. Предложен в хранении динамит гораздо стабилее многие другие взрывчатых веществ. Такие как нитролицерин. Современно взрывчатый компонент динамита ранее безопасный. Ввиду присутствия диатомита выступает на поверхности. Это свойство делает старый динамит, способный взорваться при ударе. Необходимые материалы. Одна мера диатомита, три меры нитролицерина, немного карбоната, натрия. И разборчиво. Затем придайте им форму коротких шашек и заверните в бумагу. Глава 2. Раздел 3. Три нитролицеринолол. Впервые ТНТ был открыт в 63-м году 19-го века немецким химиком Юзышем Вильбрандом. Пошло несколько лет, прежде чем потенциал этого вещества был раскрыт полностью. Такая задержка объясняется тем, что по сравнению с динамитом, три нитролицеринолол труднее взрывается и хуже детонирует. А основное же преимущество вещества было открыто германским военным флотом. Относительное стабильное взрывчистое вещества позволяло наносить серьезные повреждения британским боевым кораблям. Немецкие торпеды могли взрываться уже внутри корабельной брони, а не при контакте с ней, как-то случалось до сих пор. Глава 2. Раздел 6. Смесь Армстронга. Смесь Армстронга включена в эту книгу скорее из-за научного интереса, чем по причине ценностей химического соединения. Ее формула стала легендой современной пиротехники. Те, кто знают, они достаточно называют вещество смесью смерти. Крайна нестабильность вещества сводит на нет возможности его практического применения. Необходимые материалы. Красный фосфор. Барий. С целых снижение риска получения травм в химии должен смешивать компоненты с крайней осторожностью. Чистичным или полным суррогатом бария может выступать сера. Нескоснижающая чувствительность смеси. На этой смесь, конечно, очень-очень опасна. Ну вот, у нас что-то есть. То есть, видимо, нам нужно взрывчалочку сделать, да? Первого типа. Ну, сделаем, если надо. Что-то же. Нам не привыкать, что это у нас такое. Обезболивающее. Круто. Мы нашли что-то типа морщина, да, наверное. В те времена что у нас было? Бинты. Вяльное мясо. Вау. Вяльное мясо с душком. Вяльное мясо с душком. Так, стол можно куда-нибудь отвинуть? Ну, погоди. Вяльное мясо с душком я хочу взять. Не хочу выкидать никуда. Что за фигня вообще? Куда оно делось? Куда вяльное мясо делось? Не хотел его выкидывать. Что за фигня? Блин, если я из-за этого не пройду теперь. Нет, вот оно. Годи. Куда оно делось? Ну, что положим его пока что сюда? Берем машинку. Откроем ящики стола. Еще одно верное мясо. Порядка то же самое. Скажем, мы много интересного тут узнаем, да? Можно предположить, с кем тут столкнемся. Что это было? Неужели здесь кто-то есть? Чуть мое сердце не до маячит на самом виду. Кто бы здесь не ходил, мне это со всеми собаки. Кто-то, кто-то. Он на меня с собой может выкинуть. Если твоя подойдет слишком близко, лучше на меня не смотреть. Это я заимпаникую. Да все, конец. Не буду на меня смотреть. Хотя у меня есть молоток и не знаю, я бы молотком бы его забил, наверное. Мне так кажется. Вот эта тварь ушла. Это просто пес. Почему когда он тут выжил? Как он сюда забрался? Может быть это какой-то свежий пес? Ну то есть не старый. Не тех времен. Не в ребенок этого бункера, да? Хотя бы у меня с другой стороны. Вот так тяжело, как он до защиты сойдет. Чего? Защиты. Что за метка? Ага, запертая дверь. И бомбочкой смогу ощутить. Да ладно, чего бояться, пса? Иди сюда. Иди сюда, я скажу. А где ты чудо, блин? В перьях. Ну что, я тебя боюсь? У меня бочка. Ну ладно, боюсь. Сколько же лет тому месту, если здесь пользовались мысляными лампами? Похоже, в этом даже есть чем угореть. Были бы у меня спички. Хотя можно же сделать вот так. Вот, мы зашли, я даже не успел посвать куда. Но так нельзя делать. Быть аккуратным. В таких местах. Очень аккуратно. Краска. Краска. Даже галка. Полезно, если она заправленная, я с вами согласен. Ну, пес какой-то, да? Камушек. Три камня. Почему тут три камня? Может быть, нужно вытащить? Потом извините эту штуку самую. Складская таро, кажется, для перевозки руды. И все еще валяются к главному. Ну да, смотрите. Я же говорю. Я просто великий сыщик, блин. Куда ее дергать-то? Вверху, леву, вправу. Блин. Ну. Летешкин кот. Да, откройся. У-у-у. Что-то я взял, отпилил лестницу. Точнее, перетел ее очень тупой пылой. Точнее, перетел. Туда сходим чуть попозже. батарейки обезболивающе а что такое сейчас ощущение другие но в то же время очень схожие то я уже могу управлять только чем дуле так это с той стороны так значит там еще кто-то есть даже тихое бормотание слава богу похоже я смогу сделать заметку на всякий случай там заперто матки проволоки не знаю можно же взять бечевку оторвать господи что паук недолюбливаю пауков ладно эх пауки и узкие лаза не знаю смогу ли я проработать эту дрянь даже отсюда слышу шебуршание маленьких ног ладно что-то пауков бы че это было приход сначала налево пойдем лестница видимо лестница вам пригодится костра пора спаснуть уже детьми сад костей видел было дело твою мать что-то гриме чтобы это что-то ужасное зрелище если бы ее не мунифицировали запах сбивал бы с ног собака собака ну реально собака день 1 я приступаю к видению этих записей дабы несмотря на хаос последних часов предпринятые нами величайшие труды могли когда-нибудь стать достоянием науки я постараюсь подержи продержаться до прихода помощи и заколочу все входы входы в малую мастерскую и заброшенные части шахты это надеждаю что скудные запасы продовольствия дадут мне выжить а запрятанные мной не будут найдены возможно ли что шахты прям проклята прошло почти ровно 30 лет с того случая что и привел нас сюда а теперь спустя десятилетия рок снова давляет однами день 3 я полагал что в этот день сюда доберутся спасательные бригады но ведь они могут не добраться не догадываться моем местоположении а потому занимаются спасением других выживших если и завтра сюда никто не заявится и придется отправиться на поиски самому день шестой моя первая ошибка была мысль о спасении второе предположение о безопасности этой пещеры а следствием этих двух ошибок стала третья я покинул свой безопасный угол результате я уже два дня брожу здесь поисках помощи сталкиваюсь лишь с опасностью побывал у старых жилых помещений но никак не странно не обнаружил ну как не странно не обнаружил там никаких признаков жизни то есть вернуться тем же путем и заблудился и скоро оказался в совершенно неизвестном месте сбитый с толку я не только потерял шить целеустремленности я вновь попробовал добраться до своего пристанища но встретил каких-то одинокий дичавших животных которые сочли старую шахту своим домом хотя эти особи и представляют собой немало интерес я предпочел отступить но был окружен и обложен огромным числом этих тварей оставалось только бежать убегая повредил лодыжку радует что это скорее растяжение чем перелом некоторое время приходилось скрываться и таиться в темноте но несколько часов назад мне удалось найти дверь который ведет в малую неиспользованную часть шахты ключ от этой двери все еще у меня в кармане этой части шахты я нашел склад думаю он позволит мне продержаться еще какое-то время это место сплошной лабиринт я хорошо свой урок и не сделаю из своего укрытия ни шагу пока не буду уверен в безопасности день 19 надежды на спасение тают запасы кончаются в этом месте полно пауков не люблю пауков день 34 я поймал одного из 8 многих чудовищ сегодня утром в собственном стол к саму удивлению паука я проглотил впрочем больше меня волнует не сам случай поедания а подвид этого рахнида маловероятно что и чтобы я от пещерных пауков был опасен для человека но возможные последствия меня все же беспокоят день 35 к этому часу должен был подействовать я от любого из пауков но я жив это первый повод для радости со временем инцидента кроме того благодаря случайному происшествию я имею в своем расположении практически не сверпаемый запас пищи во имя науки я собираюсь спуститься в шахту под складом и разузнать побольше естественно среди обитания этих существ день 50 последние четыре дня мне удалось выжить только благодаря паукам некоторое время я отчаянно пытался наловить маленьких мерзавцев удача пришла откуда не ждали моим фонарики сели батарейки когда я совершил второе жизненно важное открытие естественная среда обитания этих насекомых темнота обходяясь без света я могу просто замереть на несколько минут это сама прибежит ко мне на на колчаногих лапках вот так вот человек ел пауков целая куча сухих пыльных и слежки из отлевших мешков ну а ключ там ключ 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 нам нужно ключ ключ не как что нам не пройти до или пройти ну так вот не сдохнув как я это люблю можно признать в осколках скорлупу яиц можно но если бы не размер это действительно здоровое яйцо о смотрите он выжил день 71 мои ранние выводы о безопасности маленьких печеных друзей похоже ошибочной тщательное вскрытие показала что желудка пауков может храняться небольшое количество природных химикатов регулярное впрыскивание этих вещей сможет оказывать психотропное воздействие даже привести к летальному исходу местный выход это убраться отсюда отыскать всевозможные припасы которые только удастся найти но это лишь надежда и и выбирают грубые факты первыми нет источника света я поклялся что не вы не выйду отсюда пока снаружи не звучат человеческие голоса пауки такие вкусные день сотый полно мать поставь сколько он тут жил судя по меткам на стенах и собственных записях хотя в такой темноте не больше подходит на неразборчивые каракули сегодня суток день моей новой жизни из последний месяц мои съедобные друзья становятся все более более агрессивными их количество растет и размеры увеличиваются не знаю является ли это следствием его вторжения в их экосистему такой скорости роста пауки скоро станут слишком большими чтобы пролезать в трещины на стенах ясно только одно я вижу вершину айсберга если моя жизнь завершится здесь а спасение никогда не придет кто пусть хоть мои труды и эти удивительных существ она же сыграют немаловажную роль в вести сознание величайшие умы современности науки обязаны успехом более удачи нежели таланту похоже это правило относится к моему открытию таких вкусных новых особей если другие управа которую может свести на нет и меня и мои исследования все великие открытия стремятся платить своего создателя так покойно надо просто перья 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 пещера выглядит так словно обвалилась несколько лет назад потом кто-то наделал в завалах проходов и недавно что из-за существа могли оставить после себя такое пауки знаю как необходимость таскать с собой лестницу я немножко пугают надо тут можно успеть прибежать просто я куплю мы часто и сделаем вот и все хорошо и про лестницу забыли открывается замок на месте ну да я думаю глупо замок на месте лестница чем я может помочь лестнице да ничем можно ключ и не лестница и Продолжение следует... Продолжение следует... День 1, это я все читал... А, то есть после того как мы померли... Все это исчезло... Мы сегодня очень хорошо чувствуем из-за того, что попали под пар... Построил парам, что поделаешь... У тебя изболивающие пока что я не собираюсь так вылечимся... У меня нет кровь, но я ничего переживу... Ну да, я думаю тоже переживешь... Подумаешь... Бедолага... Мы находим второе... Исследование... Такого пол очень большого... Походим дальше... Видим тут замок... Которое естественно без исключения открыть... У нас есть молоток... Оба... Как же я забыл про молоток, а? Правда? Батарейка... Круто... Бензин для зажигалки... Бензин для зажигалки... А еще лучше... Что это консерва, да? Камень... Шестеренка... Кажется мы только что перекрыли пар... Трубок, да? Ну да... Не очень понимаю что мы тут делали... Но в том плане что... Как бы... Что мы тут именно нашли сейчас... Но... Будем уже с этим разбираться в следующей серии... А пока что... Всем большое спасибо... С вами был Атакал Хиорай Хигаши... И всем пока-пока...